Портрет интеллекта. Когда-нибудь созреет наше общество для того, чтобы понимало, что главное богатство нации – это интеллект. Виктор Игоревич, Сергей Григорьевич, вот ваш проект, ваша серия пытается убедить наших руководителей, наше общество, что дороже человеческого интеллекта ничего нет, и мы должны его ценить. 19 июня в зале ученого совета ЮРГУ состоялась презентация книги, посвященной жизни и деятельности президента Южноуральского государственного университета Германа Вяткина. Ректоры челябинских вузов Владимир Садырин и Владимир Рушанин стали первыми читателями новой книги. На презентации они поделились своими эмоциями с теми, кому еще только предстоит окунуться в историю жизненного пути ученого. Я хотел бы вас поздравить, потому что книга удалась, и я думаю, что уже сегодня она будет раритетом. Это потому, что Герман Платоныч в этой книге предстоит совершенно другим. И, зная его на протяжении последних 30 лет, я могу сказать, что многие факты, о которых Владимир Ряклевич говорил, в общем-то для меня казались необычными. Автор книги «Российский фотограф» Сергей Новиков известен прежде всего портретами самых знаменитых ученых страны. Любимым делом занимается уже более 30 лет. Сегодня на счету Сергея более 20 альбомов. Он рассказал, как создаются качественные портреты великих людей. Надо просто быть профессионалом своего дела, любить человека, любить людей, и все будет нормально. И я вам скажу, в обществе есть слои, где более закрыты. Если вы захотите сфотографировать, вас вообще не подпустят. Это политики, это банкиры и так далее. Ученые люди очень открыты. Просто он не любит дилетантов и, как вам сказать, ну те, которые глупости говорят и глупости пишут. Вот таких они не любят. А если ты делаешь свое дело хорошо, они сразу же тебе доверяют и так далее. Виновник торжества Герман Вяткин о своей книге отзывается скромно, но с благодарностью авторам. Для президента Йоргу важно создать грамотное описание нашего времени, которое будет служить образцом для молодежи. Люди мыслят стереотипами и образами. Поэтому, чтобы у человека были ориентиры какие-то, нужно создавать образцы. Вот они создаются. Спасибо Розеевскому и Новикову, что они это делают. Издательство выпустило электронную версию книги «Портрет интеллекта» о Германе Вяткине. После презентации каждый желающий мог получить лазерный диск и познакомиться с книгой лично.